По плану идем медленно, ну и хорошо, с отвлечениями, то есть плохо то, что с перерывами, это, конечно, ужасно, но это я виноват, я вчера рассказывал, почему были перерывы, что я делал в этих перерывах, вот, правда, мне очень интересно, но так вот жизнь складывается. Так, а по порядку у нас, значит, что такое ППР понятно? Это не прогноз дохода размоя, это вот некая гарантийная линия, за которой точно не размоя. И чем меньше мы понимаем, тем больше у нас сомнений, тем она становится все больше и больше и больше. И пока мы этим не занимаемся, мы пока вот с самим построением ППР еще не занимаемся, мало того, мы даже не занимаемся подготовкой к его построению, то есть обоснованием плановой деформации, у нас есть разные методы, которые мы обосновываем плановой деформации возможного максимального размыва берегов. Это будут методы, будем показывать на конкретных методах, на разных примерах, как мы это делаем. Мы еще не занимаемся расчетом глубинных деформаций, тоже в разных случаях у нас, в зависимости от разных типов процессов, в зависимости от разного количества имеющихся данных. У нас будут разные методы, жизнь нам будет диктовать разные методы для того, чтобы считать возможные максимальные глубинные деформации. И по именно протоками тоже пока не занимаемся. Мало того, мы даже еще не занимаемся определением типов процессов, потому что я все еще хочу и расскажу обязательно. Будет два отдельных вебинара полноценных, когда я сначала расскажу все типы процессов, которые описаны в нормативных документах. И может быть это будет завтра, потому что новых объектов нет. И все еще прям хочется сделать это ответвление, оно теоретическое, но там тоже типы процессов, которые описаны. Семь типов, так сказать, законные, так сказать, прописаны в нормативных документах, имеющиеся именования, юрлыки. То есть, говоря о свободном миодрировании, мы передаем огромное знание, которое скрыто в этой аббревиатуре. То есть, юрлычок есть, под этим юрлычком есть большая начинка. И нам надо понимать, что все скрывается под этими семью волшебными аббревиатурами или словосочетаниями, или названиями типов процессов, или наименованиями схем деформации. Все это одно и то же. После этих семи законных типов еще расскажу всякие необычные. Все те, которые не описаны в нормативных документах, которые имеют птичьи права. И, кстати, сегодня вот хорошо, сегодня Ирина прислала объект, вот эту реку Сюльбан, на Баме. И чем интересны реки Бама, что был такой однажды нормативный документ, который был заточен чисто под Бам. Вот, Ирина, здравствуйте, Ирина, как раз добрый день. Очень хорошо, что как раз вот вы ссылаетесь на этот нормативный документ, который был разработан именно по Баму, потому что именно там были разработаны дополнительные такая классификация типов процессов, основанные вот как раз на изучении исключительно Бамовских рек. Ну и потом была, по-видимому, задумка это распространить эту расширенную типизацию на другие реки, скажем, вечные мерзлоты, зоны многолетней мерзлоты. Вот, потом возможны, собственно, какие-то другие реки, потому что там реки специфические по двум креплениям. Первое, такие полугорные горные, и второе, вот они под различным воздействием вот не только многолетней мерзлоты, но и других вот таких вот характерных явлений, которые там в суровом климате. Но эта добавка, которая вот была разработана в этом нормативном документе, она и потом дальше не пошла. Она как-то вот так вот потихонечку забыл. То есть у всех остальных нормативных документов, которые были до этого, которые были после этого, так вот как были 7 типов процессов, так 7 типов процессов и остались. Вот. И мы пока тоже этим не занимаемся. Мы сейчас подходим к предыдущему еще шажочку. К предыдущему шажочку это описание участков. И тоже у меня есть презентация, и может быть тоже расскажу там целый день, порядок такой формальный для тех, кому нужен последовательный, для тех, кому нужен алгоритм, постпорядок, описание рек. Я много раз, почти каждый день этот алгоритм так кратенько рассказываю. Когда мы, например, конкретную речку, я пробегаю по нему, что, долина, пойма, террасы, русло в плане, русло в поперечном сечении, схемы, русло берега, грунты, русловые формы. То есть вот я быстро его пробегаю. Но на нем надо как-то еще раз остановиться последовательно. Вот сейчас, особенно для новичков, особенно для новичков, у нас сейчас, как был вчера, мы еще сидели в этом состоянии, так и сегодня, у нас состояние такое, исходные данные, как можно больше карт, как можно больше других исходных данных. То есть не только карт, но еще космических снимков, еще фотографии, если есть там аэрофотосъемка, если есть там другие материалы, описание участка, описание реки, другие сведения реки. Если это уже объект, который эксплуатируется, значит предыдущие изыскания, предыдущие проекты, сведения об авариях там, о всяких нехороших вещах, сведения о ликвидации аварии, о ремонте, о реконструкции, все, что было. Поэтому сейчас вот это первый шажочек, как говорил Владимир Ильич Ленин, кадры решают все. То есть карты решают все. Нужно найти много карт. Это вот первый шажочек. Ирина сделала больше. То есть она не дошла, вы не дошли до конца, что вот конкретный уже ОПР, обоснованный, хотя даже есть шажочек к этому, уже показано максимальные возможные размывы берега в расчетном участке, в расчетном створе, что правый берег, он смещается вправо, будет смещаться вправо, и по всей видимости максимальный размыв не превысит вот столько. Вот. Пока достаточно просто сосредоточиться на добывании как можно большего количества карт. Я, конечно, не удержусь. Я, конечно, не удержусь и все равно рассматриваю участок, все равно начну говорить, что вижу, то пою, вижу, что там широкую или узкую долину, вижу прямое или извилистое русло, или разветвленное, вижу, что, видимо, такой тип руслопроцессов. Вот. Это хорошо, то есть мы уже идем дальше. То есть это уже как раз следующий шаг. Так, вот, определение тип руслопроцессов, определение вида деформации, которые, это уже следующий шаг. Да, кстати, я не спросил у Ирины, то вот ваш участок я так хочу показать сегодня. Вот. Если это не секрет, то я его покажу. Если секрет, то не покажу. Вот. Пожалуйста, напишите, как это. Пока не надо. Ага. Хорошо. Пока не надо. Хорошо. Тогда такой шаг. Тогда такой шаг сделаем сейчас. Как раз вот я покажу то, коллеги, я тогда сейчас покажу то, что я делал, когда получил вот эти материалы, имеющиеся, да, и как я сам хотел оценить, вот, ну, так сказать, достаточно ли, много ли найдено материалов, нужно ли еще искать материалы, где их искать, какие, вот. То есть я сейчас пока покажу те действия, которые я делал, ну, предположим, ну, не знаю, давайте тогда, пускай у нас будет не Хельбан, пускай у нас будет, так, сейчас какой-нибудь, ну, эту, пускай у нас будет река Тында, так как у нас это Бам, да, Бам, я все-таки сошлюсь еще на специфику этих Бамовских рек, пока это рано, вот, вот у нас есть река Тында, город Тында, столица Бама, и мы по этой реке Тынде хотим делать изыскание. Вот. Что я делаю? Вот прямо, вот, что я могу сделать там за 10 минут, что я могу сделать за 20 минут, что я могу сделать за 30 минут. Знаете?